Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы поговорим, какие высокорослые растения, декоративные, красивые, еще не поздно посеять семенами в открытый грунт. А начнем, пожалуй, с того, что у нас стоит уже на столе, и не совсем, конечно, семенами, а рассады. Это клещевина гипсона. Ее можно выращивать прекрасно как через рассаду, тогда она гораздо быстрее начнет развиваться, также и прямым посевом в открытый грунт. В таком случае она также будет очень быстро развиваться, создаст на вашем участке небольшой эффект даже джунглей, поскольку это растение крайне необычное, высокорослое, и обладает такой листой, похожей слегка даже на пальмовые какие-то листья. Клещевина гипсона некогда была очень-очень популярна среди садоводов, цветоводов, огородников Сибири, возможно, и европейской части России, к сожалению, не могу с уверенностью об этом сказать. В чем особенность именно клещевины гипсона? Это ее окраска и размеры. Это растение, вообще-то, многолетнее, которое на его исторической родине, в Африке, является многолетним и растет очень-очень долго. И при комфортных условиях достигает высоты более 10 метров, только представьте, на высоте трехэтажного дома, и даже чуть больше. Наша же клещевина в условиях однолетней культуры вырастает до полутора, двух, иногда даже до трех метров, если климатические условия лета того или иного складываются очень хорошо, правильным образом. Клещевина гипсона такая необычная окраска, листья как будто слегка бронзовые, возможно, даже такие красноватые. Стебли практически всегда интенсивно красные окраски, а вот листья именно такие вот ярко-насыщенные, зеленые, и сверху покрыты такой красной, будто бы патиной. Прожилки всегда красные. Выглядит она удивительно. Наша клещевина кажется такой маленькой, совсем небольшой. На рассаду мы ее посеяли примерно в середине марта, и сейчас май на улице. Это все из-за того, что она была посажена вот в такие совсем небольшие горшочки. Если клещевину посадить в большие емкости, то она начинает развиваться уже с момента посадки, очень-очень огромной и большой. Но то, что она сейчас у нас такая, казалось бы, скромная, совсем не помеха тому, чтобы вырасти гигантским растением, которое украсит ваш сад, это уже точно. И вот таким вот большим количеством клещевин у нас сегодня здесь 8 растений в 7 горшочках. Можно просто весь ваш участок огородить вот такими интересными растениями наподобие пальмы и даже создать такого своего образа высокий живой забор. Клещевина гипсона размножается исключительно семенами. Как я уже говорила, посеять на рассаду ее можно в марте-апреле, а прямым посеем в открытый грунт тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Растение совершенно не переносит никаких морозов. Поэтому высеваем клещевину в открытый грунт, когда уже в 100% минует угроза возвратных заморозков. Семена у нее довольно крупные, кожица у семян очень плотная, твердая, и иногда для таких семян необходима скарификация. Однако же у этих растений всего было посажено 8 семян, 8 семян и вы зашли. Скарификации совершенно не понадобилось, поскольку семена, которые продаются в промышленном масштабах, или, допустим, в нашем случае клещевины семена алтай, не требуют скарификации, поскольку она уже прошла это мероприятие на заводе-изготовителе. Иногда клещевина долго всходит, этого пугаться не надо. Семена могут сидеть в земле до 2-3, иногда даже более недель. Но если семечка только проклюнулась из почвы, она начинает просто мгновенно развиваться, становиться просто гигантским. Вот это растение будет идеальным украшением вашего сада. Но следует помнить, что семена у клещевины ядовитые, поскольку содержат в своем составе рецин. Высаживать клещевину, если на вашем участке бывают дети, которые, к примеру, могут случайно сорвать эту шишку, у них такие колючие, очень красивые шишки, плоды у клещевины тоже своеобразные, лучше все-таки не стоит. Или внимательно следить за своими детьми, чтобы они ни в коем случае не съели семечка клещевины. И семена у нее действительно могут вызревать. С самоселом они, конечно, не рассеются, но в принципе можно даже попробовать посеять самособранные семена. А также клещевина изначально является сырьем для производства касторового масла. Следующее растение, которое также очень рекомендуется для посадки на вашем участке, высокорослое, красивое растение, казалось бы, такое привычное, но в то же время крайне необычное, это амарант сорта осенний фонтан. Это смесь красок, смесь разных амарантов. Этот амарант не простой, а хвостатый амарант. В Латинской Америке именно такой амарант используется в качестве пищевого сырья для производства семечек, для производства амарантового масла, ну и, собственно, самого амаранта, зерна амаранта. В нашем же случае мы предлагаем высевать амарант именно как декоративную культуру. Выращивать его можно также посевом открытый грунт, можно через рассаду, но не пугайтесь, после посева амарант начнет сходить совсем-совсем маленькими тонкими всходами, и может показаться, что он какой-то хилый, но в этом ничего страшного нет, это просто особенность данной культуры. Амарант также иногда называют щирицей. У хвостатого амаранта есть одна очень важная особенность в качестве выращивания декоративной культуры. Хвостатый амарант в качестве семян у нас в Сибири и, в принципе, во всей России практически никогда не успевает полностью вызреть. А что это значит? Это значит, что самосевом он не рассеется, и полностью покрыть ваш участок не покроет. Как некоторые боятся выращивать амарант из-за того, что думают, что амарант рассеется, весь участок заполонит, его никак потом будет не вывести. Нет, хвостатый амарант, осенний фонтан, семена Алтая можно сеять не боясь. Это растение достигает высоты 1,5 метра при хорошем уходе, при отличном поливе, и оно, в принципе, совершенно неприхотливое, так же, как и клещевина. Требует только поливов. На подкормки отзывается хорошо, на азотные подкормки проводить какие-то дополнительные нет, никакой необходимости. Амарант и клещевина совершенно легко растут абсолютно на любых почвах, и очень хорошо выдерживают пересушивание. Амарант, так же, как и клещевину, необходимо высевать, когда минует угроза возвратных заморозков. Поэтому обязательно обратите внимание на такое красивое растение с вот такими красивыми хвостами, очень яркой окраски. А в смеси красок осенний фонтан амарант разного цвета. Желтый, оранжевый, зеленый и самый красивый, это, конечно, темно-бордовый и красный. Обратите на него внимание, обязательно попробуйте посеять. И третья культура, которая также у нас является традиционной пищевой, которую редко, пожалуй, сейчас используют, хотя раньше было тоже очень популярно в озеленении, это подсолнечник, сорта медвежонок. Это декоративный подсолнечник, у которого не вызревают семена. Точнее, они вызревают, но совсем небольшие, мелкие, использовать их в пище нет никакой необходимости, поскольку пищевого подсолнечника бывает гораздо большее количество. Все эти наши растения, как клещевину, амаранты, подсолнечник, необходимо высевать, когда минует угроза возвратных заморозков. Подсолнечник также можно высевать рассадным способом, хотя сейчас у нас с вами более актуально все-таки посев, прямой посев в открытый грунт. И все наши, все эти растения можно буквально до июня. Они успеют зацвести, допустим, амаранты подсолнечник, клещевина у нас, конечно, не то чтобы цветет, но у нее все-таки образуются семена, можно сказать, что и цветет. Но главное, нам нужна красивая зелень. Подсолнечник медвежонок совсем небольшой, высотой достигает около 60 сантиметров, в редких случаях 80 сантиметров. У него огромные шапки вот этих красивых подсолнухов, очень махровых, мохнатых, ярко-желтого, практически оранжевого цвета. Знаете, цвет такой желтка, яйца домашней, курицы деревенской. Вот такая вот странная аналогия. Она действительно очень четко передает окраску именно этого подсолнечника. Он очень махнатый, красивый, очень хорошо смотрится в качестве бордюрной культуры. Если посеять достаточно большое количество подсолнечника в одну сторону, в вторую сторону, он начинает зацветать, цветет он продолжительное время и начинает отцветать постепенно. Будет складываться такое махровое просто великолепие, безумие на вашем участке. Будет очень и очень красиво. И также самосевом он не насеется, что очень важно. Все наши сегодняшние перечисленные культуры являются однолетними. Точнее, выращиваются в наших российских условиях в качестве однолетней культуры. А многие являются при этом многолетними, к примеру, как лечевина и амарант. Но мы рекомендуем высевать их как прямым посевом в открытый грунт, также можно еще и воспользоваться рассадным способом, если вы это видео смотрите, к примеру, в феврале, либо марте. Если же смотрите сейчас, когда уже вовсю начинается лето, можно посеять эти культуры вплоть до июня. Прямым посевом в открытый грунт все эти культуры абсолютно нетребовательны к почве, не нуждаются ни в каком уходе, достаточно только их своевременно поливать, не допуская пересыхания. А если под них всем нести азотные подкормки, они вас порадуют в три раза больше своим великолепием и красивостью за счет активного наращивания вегетативной массы. Особенно актуально это именно для клещевины. Поэтому обращайте внимание на такие необычные культуры, обязательно сейте и делитесь с нами своими результатами. До встречи в новых роликах и всем пока-пока!